Ты меня сразу же поставил в неловкое положение, потому что я как раз считаю, что никакое стендовое медиа делать в никаком случае сейчас не надо. Сори. Мы, например, вчера я готовился к сегодняшней презентации на другой конференции, которая будет проходить в Яндексе, и она посвящена модной теме платформенности, и как раз мы вчера обсуждали, как же можно называть медузу. Что такое медуза? Как мы медузу определяем? Медуза – это сайт, или это приложение, или это портал, прости, господи, ненавижу это слово, или это, не знаю, страница медузы на Фейсбуке, или это телеграм-медуза-лайв. Так, на самом деле мы считаем, что ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое, точнее и первое, и второе, и третье, и четвертое медуза – это как бы и сайты, приложения, и страница на Фейсбуке, и телеграм-канал, и парочка пабликов в Кантосе. Это все медуза. Медуза – это про почитать, поиграть, посмотреть и послушать. Можно, ну то есть, современное издание, хорошее издание в 2017 году, взаимодействовать со всеми органами твоих чувств, включая осязание. Да, сейчас мы выпустили еще бумажную книгу для того, чтобы люди могли потрогать медузу. Вот, то есть, я, правда, мне кажется, что противопоставление, как там было обозначено в программке, дистрибуция и… Я не читал. Ну, короче говоря, надо работать там, где тебе удобно читать читателей. Это, как бы, довольно глупая и банальная идея, но она по-прежнему, точнее, только она является сегодня рабочей. Дальше наступают серьезные проблемы, да? Во-первых, платформ на самом деле огромное количество. Вот мы просто начали считать там списком, на каких платформах сегодня присутствует Медуза. И это, ну там, 28-30 разных платформ, на которых может присутствовать Медуза. Это ВКонтакте, очевидно, да, там, Фейсбук, Твиттер, Телеграм, электронная почта, это приложение для iOS, это приложение для Android, это таблиц. Это все разные, как бы, разные среды, разные платформы, и это значит, что для каждой платформы тебе нужно этот продукт перепридумывать, фактически. Платформ слишком много, а у нас очень мало, и денег у нас очень мало, как ты понимаешь. На самом деле, как бы, главное, главное, это задавать себе вопросы, да? Нужно задать несколько вопросов. Мы выделили, там, сформулировали шесть вопросов, которые мы постоянно задаем по отношению к этой платформе, для того, чтобы понять, хотим мы там что-то делать или не хотим. Я сейчас надеюсь, что вспомню, но не уверен, что вспомним все. Значит, сколько людей в целом на этой платформе? Ну, то есть, ВКонтакте это интересная платформа, потому что там очень много людей. Более того, ВКонтакте находится самая интересная часть, самая важная часть нашей. Это молодые люди в возрасте, там, 18-20 лет. Много ли там людей? Наши ли это люди, да? Соответственно, второй вопрос. И есть ли у нее потенциал роста у этой платформы? Дальше парочку вопросов пропущу. На самом деле, самый главный вопрос такой, есть ли у нас идея, какой именно продукт мы хотим делать на этой платформе? То есть, когда мы запустили Телеграм, мы, например, некоторое количество времени потеряли просто впустую. Мы не понимали, а какой, собственно говоря, продукт мы хотим там делать. И как только мы поняли, что такое Телеграм-лай, сразу же все как бы начало складываться. И мы тут же начали делать, ну, то есть, сразу же появился продукт, адаптированный конкретно для этой платформы. Что-то я хотел важное сказать и забыл. Я думаю, ты ведешь к адаптации продуктов под платформу. Я веду к тому, что на самом деле, к сожалению, это довольно сложное, ну, то есть, это изматывающий процесс. Платформ очень много, тебе приходится постоянно выбирать и переоценивать, верно ли ты, правильно ли ты поступаешь, работая именно на этой платформе. Это с одной стороны. С другой стороны, ты должен не забывать о том, что у каждой платформы свои правила, у каждой платформы свой язык. И тебе нужно соответственным образом как бы продукт для этой платформы перебридумывать. Но в то же самое время, как бы возникновение новой платформы нужно бояться, потому что, ну, то есть, понятно совершенно, как люди относятся к новым технологиям и к новым платформам. Особенно журналисты и редакторы. Как катастрофа. Ну, типа, блин, чуваки, кажется, что-то там, какой-то появился еще новый мессенджер. Что делать будем? Нужно как бы тут? Извините, у меня по денег. Я проснулся. Так, доброе утро. Вот. Ну, блин, нужно, там, значит, нужно какого-то человека учить, пользоваться им мессенджером. То есть, это всегда геморрой, на самом деле. А мы пытаемся себя научить думать про новую платформу не как про геморрой, да, а про возможность получить новую аудиторию, ту, которую у нас, скорее всего, нет. Команда у нас не растет, соответственно, вы от чего-то отказываетесь пользоваться. Да, очень важно не забывать о том, что некоторые платформы нужно убивать. Приведу короткий пример, маленький пример. В это невозможно поверить, но у нас было приложение для Windows Phone. У вас тоже. У вас было. Да. И, ну, то есть, пару месяцев назад мы решили, что мы больше не будем его поддерживать. Мы просто это, мы видели, как падает число пользователей по понятным причинам, на самом деле, у кого здесь есть Windows Phone. Вау! Раритет, ну, не ломайте его, вы потом можете его продать. Вот. Поэтому мы сыграем больше не поддерживаемых платформ. Ключ на самом деле простой, ребят. Вы смотрите на аудиторию, вы смотрите на количество, собственно, людей, которые находятся на платформе. Кругая VR играть не стоит, потому что там новые идеи. Я понятия не имею. Мне кажется, что у меня вообще дико скептическое отношение к VR. Мне кажется, что это просто новое... Каждый год у американских медиа появляется новая игрушка. В один год это были боты. И все делали ботов. Кстати, в другой год появились подкасты. И все делали подкасты, да? А подкасты мы поговорим? Это волна. Там было несколько вон, да? Ну и потом за подкасты это какого-то отдуваться как не в день. Я понимаю, да? Вот. Самая большая, самая серьезная проблема – это как считать аудиторию, когда ты присутствуешь на таком большом количестве платформ. Потому что есть разные хитрые и глупые люди, ну, в смысле, не глупые, а просто необразованные, да, которые, например, берут все свои платформы и складывают все цифры, которые у них есть. Подписчиков, просмотры, ВКонтакте, Фейсбуке, Ютьюбе, на сайте. Все вместе, все складывают. Вот это правда, есть такие люди, но это трудно поверить. Здесь важный момент без учета пересечений. Без учета пересечений. Ну, совершенно верно. И говорят, слушайте, а у нас 15 миллионов читателей в месяц. Ну, то есть, это, на самом деле, такая, как бы, хитрость. Это хитрость кота, который спрятался за занавеску, а у него хвост ракчит и вот так делает. Вот. То есть, на самом деле, но как считать – это серьезная проблема. Никто не знает, как считать. Мы тоже, например, не знаем, как считать. Но зачем считать? Ну, есть несколько разных, несколько важных вещей. Во-первых, есть внутренние KPI, да, как бы, ты там, как, ты, как вы должны заниматься, да, ты гениальный директор? Ну, вот. Ты гениальный директор, у тебя есть главный редактор, малоизвестный парень по фамилии Дудь. Значит, ты перед ним ставишь, как бы, какие-то KPI, правильно? Ну, типа, скорее всего, там, какие обычно бывают KPI для главного редактора? Аудитория и, там, репутация. Что бы весело было еще. Ну, еще что бы весело было. Тебе же нужно, например, как-то таким-то образом обсчитывать, да, каким должен быть рост аудитории, скажем, что мы говорим. А есть у тебя мультиплатформенные издания, как ты считаешь? Ну, мы не ставим тебя и отдельно, потому что мы их как-то не пересекаем с собой. Это не очень важно, потому что, там, ну, слома говоря, охват во ВКонтакте не равно охвату в Фейсбуке. И это какие-то разные валюты, просто, которые... Совершенно верно. Но на самом деле все находятся в поиске валюты, да, как бы, люди, которые работали в интернете, очень любят слово под названием трафик. Трафик – это бог, да? Ну, как бы, ты, какое бы изящное, глубокое, классное издание ты бы не делал, или, там, телеканал, не важно. Важно, чтобы тебя читали. Если тебя не читают, значит, ты работаешь в пустоту, да, как бы, трафик – это очень важная штука. Но ровно в тот момент, когда ты понимаешь, что сайт – это больше не главное, да, там, или приложение – это больше не главное, тебе нужно придумать, а каким образом, как бы, ты, какое новое слово приходит в замен трафику, да? Есть ли какое-то новое слово? Может быть, его нет. На самом деле я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос. Мне просто интересно, а как, есть ли способ, например, какой-то, где-то, как бы, во Вселенной, посчитать аудиторию мультиплатформенного метра? Я понятия не имею. Мне кажется, что на самом деле платформы должны об этом подумать серьезно. Про деньги ты все-таки поговоришь больше. Я считаю, что главный редактор в наше время должен думать и про деньги тоже. Во-первых, не забывайте о том, что он расходная часть, а не доходная, и не питать по этому поводу и людей. И вторая вещь – это деньги. Как объяснить рекламодателю, какая на самом деле у тебя аудитория? Как зарабатывать деньги на разных платформах, которые ты не контролируешь, которые контролируются какими-то славными, в общем-то, молодыми парнями в футболках из «Кремниевой долины»? Ну, и цифры, да, как бы, нужно показывать какие-то цифры. Ну, смотрю, Денис показывает он эксперт. Ты, может быть, расскажешь про твой эксперимент, где в «Спейсом» или в «Тертиклс»? Ну, я не то, что эксперт, но, в самом деле, мы делаем примерно схожие вещи с тем, что делает «Медуза». Мы действительно считаем, в принципе, все считают, что медиа, оно как воздух немножко, оно должно заполнять собой все свободное пространство, откуда способно дотянуться, поэтому его природа мы распространяем какие-то истории, кто-то о политике, кто-то о спорте, кто-то, не знаю, о гастрономии и так далее. И достаточно разумно и правильно и адекватно приносить их сюда, где люди хотят их употреблять. И это очень очевидная вещь. Наше какое-то небольшое отличие стоит в том, что при всем при этом мы пытаемся быть скиплатформой тоже. И это именно то, на самом деле, что позволяет нам достаточно уверенно себя чувствовать даже на таком сложном рынке, как русский медийный рынок. У нас на сегодня, если последние уже много лет, все практические компоненты – это государственные медиа, ну, либо какие-то олигархические. То есть мы там немножко в разной экономической реальности находимся, но жаловать совершенно не приходится, чувствуем себя прекрасно, потому что наша аудитория, которая пользуется нами как платформой тоже, обеспечивает нам необходимую лояльность для того, чтобы мы можем продолжить, продолжать работать и даже местами иногда и разговаться. Что это значит? Это значит, что помимо специально нанятых сотрудников, внутридакторов, социал-медиа-маркетинг, там, не знаю, девелоперы, инженеры и так далее, созданием ценностей занимаются простые пользователи. Мы такой маленький спортивный фронт акции. Ну, не знаю, когда мне приходится объяснять иностранцам в последнее время, мы занимаемся очень много за зарубежным рынком. В ноябре впервые у нас зарубежная аудитория прорисовала русскоязычную, я объясняю так, ESPN-микс Reddit. И, как бы, вот такой действительно микс ESPN и Reddit у нас получается немножко построить. И это очень важно, на самом деле, с моей точки зрения, быть и платформой тоже, потому что и медиа способны так делать, я не знаю за счет general interest, но все тематические медиа, с моей точки зрения, очень много и теряют жизни, если они не становятся платформой для своих пользователей, потому что и про музыку, и про путешествия, и про спорт, и про книжки, и про еду, и про все что угодно. Мне кажется, что классные тематические медиа всегда еще выходят как бы за пределы тематических. И в Sports Room там есть еще парочка русских тематических медиа, которые явно больше, чем просто тематические медиа. И потому что у них продукт так отстроен, вы делаете платформу, и это как бы больше, чем медиа. И потому что, на самом деле, если посмотреть внимательно на ваш, простите за это слово, контент, да, как бы, тут становится очевидно совершенно, что вы не просто как спортивное медиа, вы еще и общественное медиа немножечко. Ну, мы все-таки стараемся быть спортивным медиа, и мы все-таки считаем, что это в Sports'е просто действительно очень много политики, и уже понятно, что после всего произошедшего, даже, например, с последних 3-4 дня, вот эта фраза смешная, спорт мне, политики, совершенно, ну, выглядит абсурдно, и нам ее уже кажется, даже наши, даже те, кто у нас читает, ругают постоянно, даже если люди перестали нам эту фразу предъявлять, потому что всем понятно, почему, не знаю, что же делать. А вот ты говоришь в статье платформы, а какой ингредиент успеха? Как стать платформой, когда социальности, я вот сейчас без какого-то момента, забрали аудиторию? Забрали деньги, извините, можно ли я была прорастить? Да, хорошо, давайте отлично. Нет, нет, я к тебе все-таки, Дим, я хотела, чтобы ты немножко рассказал, потому что как-то соскочил с этого. У нас практическая конференция, понятно, что, мне кажется, не надо аудитории себе рассказывать про то, как важно быть мультиплатформой, про то, как важно пытаться бежать впереди паровоза и реагировать, как ты правильно сказал, на любое... Это как-то очевидность. Ну, как бы это очевидно. Мне кажется, очень важно поговорить про то, как это все монетизировать, потому что, ты правильно говоришь, если наблюдать на западах, где СМИ имеют большее влияние и больше вес, что Австралия недавно объявила войну, собственно, Фейсбук и Гугл, ну, медийные сообщества. А Нью-Йорк Таймс и крупнейшие американские паблишеры тоже самое сейчас задумываются над тем, как, в общем-то, перестроить работу социальным медием, потому что на сегодняшний день социальные медиа убивают СМИ. Ну, давайте называть вещи своими именами. Да, они дают трафик, они дают, понятно, какой-то охват, переход и так далее, но деньги, деньги социальные медиа у нас забирают. И надо как-то в этом, вообще-то, признаться. Я сейчас говорю не про «копеечки», а как мы в глобальном смысле, потому что, понятно, что рекламодатель потихонечку, ему не надо медиа, да, ему, ну, там, конкретно какой-то, так далее, у него есть большие платформы, выбрать там целевую аудиторию очень легко, соответственно, это те деньги, которые перетекают туда. И основной вопрос монетизации, так как он для нас каждый день очень остро и нужно каждый день зарабатывать деньги и так далее, то ты, как бы, об этом думаешь всегда, там, заглядывая чуть вперед. Так вот, опыт наше показал, что все эти прекрасные придумки, этот артикл в Фейсбуке, Google, как они их называют? МПР. 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 Некоторые делали по нескольку раз. Прекрасная редакция из Риги показывает, в общем-то, это не случайно получилось, люди вот умеют делать медиа. Какое-то количество людей там делают уже не первое медиа, и все получаются прекрасными. Безусловно, главный челлендж — это делать экономически состоятельное медиа, потому что только это может позволять... Да, кстати, художество абсолютно было прекрасно в времена, даже еще до подписочной, я был большим поклонником, в общем, сейчас остаюсь с вообще рухой идеи. Рухой идеи понятно, что челлендж лежит в области экономики. Давайте хорошо начнем с другого конца. Мы вряд ли, то есть мы зарабатываем, это какая-то значительная, это уже единицы, в случае с международным продуктом, это уже десятки процентов дохода для нас. Слушай, международное общество не будет трогать, это клевое, потому что отражается у нас за контакт. Попакуем, попакуем, давай. Это что-то приносит, но мы существуем, потому что мы являемся платформер тоже, и потому что значительное количество людей... Слушай, у нас пользователь мобильного приложения возвращается не только, то есть пять раз в месяц. Трижды в день, как просто... чаще, чем зубы чистят. Это очень важно, и это мобильное приложение получился универсировать. Да, конечно. Можешь к этому проценту высказать твои булочки, что приносит проценты? В России АМП и Фейсбук Инстартиклс приносят мои лучшие единицы процентов, это незначительные цифры. Мы относимся к этому таким образом. У нас есть хэгг-юзеры, это те люди, кто осознанно выбирают с POS.ru, кто, может быть, даже часть из них контрибутирует с POS.ru, создаёт байлил, за которым приходят уже другие пользователи, и просто никто не рождается хэгг-юзер. В соцсетях нас считают light-юзеры. Те, кто... либо кому, в общем, кто не просит посчитать о спорте, и кто не попались в мы, либо те, кто только начинает как-то знакомиться с нашим продуктом, но ещё не настолько, чтобы поставить себе приложение на хоум-скрим, и ходить к нам трижды в день, как все нормальные ребята. Никто не рождается хэгг-юзером, ничего, как бы, не знаю, может быть, кроме памперсов. И это такой процесс отстягивания людей в нашу воронку. Это, как бы, дальний край воронку. Слушай, ну вот, посмотри, когда мы их ставим, только поддерживаем, а потом ухищали два месяца назад, ты видишь, что в этом тут несколько километра, или ты видишь, что это угрозное седание. Т.е. я делаю об этом того, чтобы ты не спит, и не вышел. А, да. В этом смысле любые медиа, даже самые крупные, как Нью-Йорк Таймс и какие-то там ведущие остатистские медиа, они могут объявлять вам фейсбуку, могут не объявлять. Просто фейсбук-то не заметил. Проблема в том, что мы люди маленькие, и, как бы, для нас изменения, наверное, будут нравиться, но не нравиться. Но это, как, ну, клинику погоды из них. Сейчас дима наступила, мне вообще не нравится. Ну, все-таки я понимаю, что даже на сегодняшний день для и фейсбука, и гугла, и медиа являются производительным контентом в первую очередь, в который они не вкладываются. И вот этот вот, как бы, на сегодняшний день, если фейсбук когда-то начинался как просто местные средства для общения обычных людей, сейчас это все-таки в первую очередь, потому что появились мессенджеры, где люди пришли общаться. А фейсбук все-таки становится даже для каждого пользователя, в такой маленькой СМИ, даже если там это не СМИ. Так вот, если все-таки медиа в какой-то момент не в смысле за то, что там война будет обернута, за то, что они не попытаются договориться с соцсетями, то рано или поздно это приведет к тому, что медиа, так как они не смогут просто жить, они будут уходить с площадок. И для фейсбука, для социальных сеток любых отсутствие нормального контента, нормального, не только юзерского, а нормального, верифицированного и так далее, это будет проблемой. Именно поэтому сейчас и фейсбук, и гугл все-таки пытаются найти этот диалог. Другое дело, что вы понимаете, что происходит. Например, гугл, с одной стороны, убив медиа, забрав деньги из медиа, потом создает фонд и выделяет 100 миллионов долларов на расследовательскую журналистику в агентство независимых журналистов. И это такое цинизм на самом деле. То есть, сначала у вас деньги забрали у всех, у медийных площадок, перевели их на себя, а потом мы понимаем, что так же важны журналисты, и вообще так важна функция, которую выполняют журналисты. Поэтому вот вам, пожалуйста, 100 миллионов на расследование. И, в принципе, это как бы тренд не очень правильный. Поэтому я очень надеюсь, что вот эти умные, прекрасные парни из Силиконовой долины, у которых есть социальная ответственность, и они не доступны. Мне кажется, что на самом деле это вопросы такого высокого логического порядка, что мы, ну я, по крайней мере, точно совершенно на них, кажется, ответить не смогу. Вообще, как бы, есть серьезные проблемы и с фейсбуком, и с гуглом, и даже с контакте в России, которые заключаются в том, что у нас впервые появились такого размера сервисы, да, и они обладают такой важностью, и они так сильно меняют мир вокруг, не только медиа, но медиа в том числе, и медиа наиболее радикально меняются под воздействием этих, как бы, гигантских платформ. Мы, нам сложно, на самом деле, как бы, мы, безусловно, всегда... Война не имеет смысла точно. Мы в этой войне не победим, мы в этой войне уже проиграли, безусловно. Найти этот язык, я понимаю, что не нам с вами, не слышать. Язык... Язык... Насколько я понимаю, американские, крупные американские медиа постоянно общаются с соцсетями. Точно так же, как мы общаемся, там, с ВКонтакте и Одноклассниками, да, у нас есть возможность разговаривать с крупными технологическими компаниями в России, для того, чтобы, ну, как бы, искать какие-то точки пересечения. Другое дело, что это не всегда приводит к появлению точек пересечения, потому что есть еще... Все-таки позади этих компаний есть их владельцы, а позади этих владельцев есть еще государство. Есть, там, например, там... Ну, там, допустим... Объявлены на бирже планы по росту национальности... Нет, нет, нет. Гораздо более тривиальный пример. Есть знаменитая платформа Яндекс.Новости, которая раздает трафик... А где у нас издания? Где у нас нет? Дождь есть, да. Дождь есть, а у нас нет? Знаете, почему у нас нет? Потому что мы иностранные издания. Я белорос, да, и у меня право управлять сними в России, да. Такая реальность, такие законы. Я вот, если хочу перегибнуть слово Арсению, которое живет, в принципе, без платформы и существует как раз в поиске сети. Скажи что-нибудь, чтобы ребята не спросили меня что-нибудь. Это вообще запасно было. Это ты меня сейчас? Это реально такое? Спасай, да. Спасай. Понимаете, проблема в чем? Контента очень много, реально. То есть, если мы просто на секунду представим. Ну, хорошо. Что сейчас происходит? Да, окей. Google, Facebook, ВКонтакте, Яндекс пытаются договариваться как-то, там, что-то делать для медиа. Ну, это типа выигрывает время, на самом деле. Во многом, потому что медиа продолжает ничего не делать. Я могу объяснить, почему я всегда буду, наверное, до какого-то... Вернее, я могу объяснить, до какого момента я, например, буду читать спортивные новости на «Спортсурок». Это, на самом деле, супермаленький. Причем не сайт, а сайт я не могу, извините. Это просто... Я не ориентируюсь, но предложение — это мое все. До момента, когда Сережа... Ну ладно, Сережа не слышит, значит, я долго еще буду. Короче, пока комментарии нельзя будет сортировать вот по нарастающим, нисходящим лайкам. Вот вообще, стопудово. Вообще, спортивных медиа комментарий сам был. Это мелочь. ВКонтакте, если бы захотел, наверное, сделал бы это за день. Но они не считают это нужным, потому что это фишка довольно нишевого медиа. И такие... набор таких фишек, они, на самом деле, делают эту платформу востребован. С другой стороны, кстати говоря, я, опять же, очень много про «Спортсру», потому что вы очень близко к мне теме. Мне просто кажется, что вы реально... Вы центр платформы больше, чем медиа, на мой взгляд, сегодня. Я не знаю, насколько это совпадает или нет, но вы тоже во многом, вы такая же платформа и такой же конкурент многим другим спортивным медиа при этом в рамках закона. И все здорово, но, собственно, поэтому вы, наверное, долго еще будете существовать. С точки зрения всего остального, вопрос именно реальный. То есть, знаешь, это момент, когда, типа, не знаю, на собеседовании или на свидании, момент, когда обе стороны понимают, что вам хочется быть вместе, и вопрос исключительно... И понимать, что варианты другие, они все проигрышные. И для тех, и для других, ну, там, больше или меньше. И вопрос только в каком именно... Как вы и договоритесь, да? То есть, как это произойдет, когда и так далее. То есть, вот мы примерно в этом, мне кажется, с точки находимся. Тут еще очень важный момент просто, что вот так, вот как это будет жить дальше, оно, наверное, просто будет жить немножко в другой экономике. В чем большая проблема, как мне кажется, вот всех этих смен поколений в СМИ, вот там, печатных, телевизионных, каждый раз, когда приходит какая-то новая, разрушающая, немножко подрывающая мир технологии или там процесс потребления, экономика у нее другая, совершенно другая. То есть, если мы разберем, на чем может зарабатывать, не знаю, там... Давайте не будем брать тяжелую, например. Возьмем, там, не знаю, Эдми сегодня, и Эдми, там, не знаю, если ВКонтакте откроет AMP, на чем бы они могли... Эдми немножко по-другому она будет строиться. И она будет сильно отличаться от условного Эдми, которое могло быть 10 лет назад. Правда, там, 10 лет назад другое, но не важно. Но я бы хотел сказать, что там совершенно по-другому все устроено. И это самый главный вопрос, что надо просто, мне кажется, заранее готовить соломку к тому, как мы... Олега Александровна, там, интересно. Ты вот, в принципе, существуешь вне... Ну, исключительно, на какой социальной системе? Ну... Всех. Да, по двух словах расскажи про свои медиа. Да, смотрите. В чем смысл мультиканальных медиа? В том, что ты даешь... контент сразу полноценный по всем платформам, у которых есть люди. Ну, то есть, ты не даешь ссылкой, идите ко мне на сайт, потому что там круто. А ты сразу говоришь, вот что... Вот что я ему хотел сказать. И в некоторых темах это сильно стреляет, сильно работает. В некоторых, наверное, это вообще... В некоторых вообще это противопоказано, да? То есть, бездумно раскидывать лонгриды по всем медиа, это какая-то хрень и вообще невозможно местами. Типа в Инстаграме лонгрид, прикольно же, да, наверное? Вот. Короче. И смысл в том, что, да, там, больше половины нашей монетизации это реклама, интегрированная в контент. При этом, опять же, мы сталкиваемся со множеством проблем, потому что в рецептах это очень просто. Ну, то есть, ты там, вот сметана такая... Вернее, потому что ты можешь так не делать и просто, если ты в банке, она красиво снята, не открывает, все, люди все считали. Как сделать это в общественно-политическом смысл? Блин, это очень сложно. Я не понимаю, я не очень... Вот и не сойдет с экономикой, а? Ты не делаешь при этом. Конечно. Более того, здесь мы отрезали очень много вещей, которые далеки это вообще в общественно-политическом смысл. Но мне тоже это не сходилось, потому что тебе нужно... А, стоп, стоп, можно я просто... Это джинс-ап? Нет, а что такое джинс-ап? Как это устроено? Ну, то есть, сметана интегрирована, значит... Да. Видео пропылинчиков, не знаю, борща. Да. Просто это... Но если вы медиа про хорошую еду, уже должны про хорошую сметану рассказать, не про ту, которая вас платила. Правильно? Ну, вот тут начинается оценочный вопрос. Что значит медиа про хорошее еду и про хорошее сметану? Мы не говорим, что медиа про хорошее. Нет, нет, слушайте, это не Ханжевский вопрос. Мне интересно, как это вы накруете, да? Вопрос в том, как вы объясняете своему читателю, что вот здесь начинается реклама. Легко. Потому что у нас этот вопрос тоже стоит. Нет, я знаю. Это вопрос... Это серия моих любимых. Смотрите, я сейчас мою позицию изложу. И без зоны она может не совпадать много с чем. Когда мы вообще говорим про рекламу или нативную... Во-первых, да. Есть такой нюанс, что когда говоришь слово нативная реклама, вот сколько здесь человек, может быть, в два раза меньше определений, они все разные будут. Я считаю, что нативная реклама — это просто мимикрия. Это реклама подпотребляемая аудиторию контента. Ну, в данном конкретном месте, времени и так далее. Если мы начнем разбираться, какие бывают виды, видов реально очень много, то мы помимо очень понятных спонсорских форматов, когда реально говорится, этот контент предоставим. Вот у нас есть там, не знаю, рубрика «Люди пробуют», где люди едят всякую странную штуку, и это очень смешно, это очень долго, и там у нас несколько раз спонсируется микрозима, потому что там реально как бы, да, есть прям большие бэкшоты на несколько секунд ставки, что эта рубрика с этой странной едой представлена микрозима, там какой-то слог и все такое. То есть здесь все понятно, причем здесь прям. Есть продукт-плейсмент, и вот к продукт-плейсменту я гораздо лояльнее отношусь с точки зрения маркировки, потому что это жанр, который существует миллион лет, ну, не миллион, да, несколько десятков точно, и когда я смотрю фильм о Джеймсе Бонде, который там куплен просто сплошь, в принципе, меня вообще не волнует, что он разбивает сегодня «Ягуар», а вчера «БМВ». и, в конце концов, это не фильм который, это не обзор на автомобиль. То есть, как бы, мое отношение такое, если ты не говоришь, смотри, вот этот продукт однозначно лучший, мы тебе его рекомендуем, если он просто разумно сочетается в кадре, это все равно, что здесь у нас стоит. То есть скрытая реклама. Ну, может, вы делаете, вы называете журналистикой, правильно? Нет, мы не называем журналистикой, это самое важное. Хорошо. Это, по сути, ну, не знаю, масс-медиа просто. Это вообще очень интересно, где грань журналистики сегодня заканчивается. Вот еще, честно говоря, не очень понятно мне, но я и не журналист другой стороны. Так вот, возвращаясь, Сережа, к вопросу про монетизацию. Да, значительно большую часть у нас занимает интеграция в контент, и здесь очень понятная мантра, потому что рекламодатели тоже страдают от того, что стандартные рекламные форматы далеко не везде, они всегда работают, сложно донести и т.д. и такое, это все понятно. И все остальные источники дохода, они распределены где-то между тем, что мы получаем, монетизируем побочный некий трафик, создаваем не ваш, в общем, сегодня создаваем, в том числе на ваших платформах трафик. Да, вот есть эти партнерские программы, которые числя... Это, кстати, очень круто. Вот это то, чего не было 4 года назад, 3 года назад. Это то, что я, честно говоря, сильно очень верю, потому что это, по сути, такая же степь. То есть, зачем многие медиа тащат трафик на свой сайт? Если я правильно понимаю, в том числе, потому что вы приходите на сайт, а там вам показывают парочку баннеров. Парочка баннеров, копеечка-копеечка, уже нормальные деньги. Проблема... Поэтому все вытаскивали трафик долгое время соцсетей. Если сегодня соцсети начинают, и не только соцсети, любые там, контентные платформы, включая Яндекс.Дзем очень, что они делают, когда говорят, приходите к нам на блокплатформу, они говорят, ребят, ну то же самое только у нас. То есть, мы не сторонний какой-то счетчик будет вам там вот эти вот баннеры откручивать, а мы и вам платить деньги. Здесь несколько моментов, что, конечно, теряются премиальные форматы, но какую долю они сегодня составляют у больших медиа? Очень маленькие. А второе, что когда-нибудь возможно, есть страх, что это сейчас они так хорошо платят, а потом они как договорятся друг с другом, как все отключат, и мы оставим все разбитым как-то. Возможно, но, насколько я понимаю, экономику большой платформы, это заниматься контентом, да, ну... Мне кажется, это вопрос, конкуренция еще платформ между собой, и Россия в этом смысле привилегированном немножко положении находится перед штатами, или там тоже Австралией, потому что у нас... Просто даже одноклассники конкурируют с контактами, все это просто. Ну, я не знаю, для нас, мне кажется, для большинства есть. Хотя у вас австралипластики для вас хорошо платформа, У нас какая-то несколько распространений не получилось. Ну, да. Ну, в общем, здесь... Кстати, я бы вам... Сереж, а давай тебе вопрос. Ну, нет, серьезно. Вот смотри, это же реальный страх. Вот согласитесь коллегами, что реально очень страшно. Доверять. Медиа или нет? Не-не-не-не. Потому что они не будут покупать, это однозначно, потому что вы же сами понимаете, кому взрывом уме придет купить... Вопрос в другом. А у вас есть хищные планы, вот когда мы наконец, все-все медиа в мире перейдут на вашу платформу, и вы такие, а-а-а, попали себе, как ха, и отрезать половину денег. Ну, слушай, по поводу хищен Павла, она так ответила. Это, кстати... Ну, я, конечно, буду очтить, что мы эти деньги не отбираем осознательно. А если просто берете какое-то нарушение? Нет. Больше. 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 Ну, в плане таргетированности. То есть у нас огромная аудитория, и с нами можно выпадать меньше денег. Ну, вы такой Video International локальный, да? Нет. У нас нет планов, как бы, перекрывать медиа, но мы, действительно, сам феномен официальный серий, месседжер, куда уходит аудитория, она усиленно съедает пользовательское внимание, и она забирает огромный бюджет. У нас как раз задача, как вернуть деньги обратно автору. То, чем я занимаюсь последний год звука, это как помочь контент-мейкеру и как вернуть деятельность. Как вы планируете это сделать? Ну, в общем, наш план следующий. Я... ничего хорошего для медиа здесь сказать не могу. Можешь сейчас прямо начать? Я прямо так. Для медиа мы делаем цель шестой. Мы присоединяемся с инициативой Google Ads и NPL. Мы не делаем свои вакеты. Вы пока турбо-станет. Спасибо. Да, пожалуйста. Оказывается, что это безумие. В отличие от Яндекс, который разрешил снилить собственный формат. И NPL позволит медиа, во-первых, себя хорошо считать, воспринимать, что происходит по трафику, во-вторых, как-то эту историю охватную монетизировать. То, что мы можем предложить медиа, это большие охваты, еще больше людей, еще больше народу на ваши материалы. Дальше, как вы устраиваете эту экономику, это уже, ну, вопрос медиа. но какого-то рецепта для людей щик у нас есть. У нас есть свой приезд для контент-мейкеров. Мы видим, собственно, индивидуализацию творчества, его малые характеристики. Мы не понимаем, как в этой экономике будут жить большие люди. Здесь собрались люди, которые делают, собственно, медиа, включительно на соцсетях, и ребята, которые являются просто феноменами. Мы говорим, что «Медуза», «Дождь» и «Спорт-слух» это феномены, рынки, они будут еще долго тащить, потому что они уникальны, я не могу говорить, остальные будут просто пачками откидываться в ближайшие пять лет. Но я прям прогнозирую, к сожалению, где-то. Не думаю, что оно будет спорно. Мы не умеем, что хорошо, это самодельная наша конкуренция конечно же нехорошо. На самом деле есть такая прекрасная книжка канадского астронавта по фамилии Хэтфилд «Руководство астронавта по жизни на Земле». Многие из вас наверняка ее читали, потому что это международный бестселлер и она переведена на русский язык, и переведена довольно прилично. И там есть глава, которая называется «Сила негативного мышления». Она вся построена на том, что на самом деле нас учат всегда надеяться на лучшее. И это в случае с космонавтом, если с работой астронавта, это контрпродуктивно, потому что если будешь надеяться на лучшее, а не просчитывать худший сценарий, тебе кранты. И каждую секунду любой астронавт задает себе вопрос, что следующее меня убьет. на самом деле любой человек, который делает медиа в 2017 году, даже не в России, он себе задает этот вопрос, что следующее меня убьет. Какая-нибудь фиговина, которую гул прикрутит, какая-нибудь фиговина, которая ВКонтакте приделает. Вот я помню, несколько лет назад мы дико все переживали, что ВКонтакте решил забирать себе полнотекст. Ничего не случилось. Это нас не убило. Но мы, естественно, про этот сценарий думали, как про сценарий, который нас погубит, который нас уничтожит, который нас раздавит. Дальше, плюс еще на все на это как бы накладывается российская реальность. И, ну так, если как бы, если всерьез, если по гамбурскому счету, не надо делать медиа. Ребята, дурацкая идея. Ну, если очень хочется, то можно. Но будь готов к тому, что, как говорит, ты должен себе задавать каждую секунду вопрос, что следующее меня уберет. Ну, да. Идет так же мы видим ситуацию. И мы видим спасение в контент-мейкерах, в небольших коллективах и кандидатах, которые сами что-то производят. Эта задача, собственно, очень понятна, заинтересован в контенте. Это абсолютно правда. Безусловно, мы всегда будем садиться за стол переговоров с медиа разговаривать, но кроме медиа, который будет в N. У нас есть N плюс 1000. То есть, сто пятьсот, ребята, как голосовый контент. И, в принципе, этого достаточно. Чтобы им было честно. То есть, это не профессиональные журналисты, это ребята, которые не теряются делать фарт-чекинг, делать правду. Поэтому медиа, нужно не потерять слово. В принципе, движутся. Медиа, как форма стат правды. Ну, давай, какой-то. Но это ребята, которым как раз мы поможем. Мы свяжемся с их аудиторией и поможем их аудитории и дам агитивного существования. И так далее. Но что делать в большинстве коллектива в принципе непонятно. Это как раз то, чем должны заниматься медиа. Думать, что следствие сейчас идет в день за год. Да. Прошу прощения, а вы поможем поставить маленькую презентацию, которую мы вчера сделали? Да? Нет? Нет, я объясню просто. Все-таки я, прошу прощения, у нас есть аудитория. Нам интересно, конечно, было бы между собой поговорить. Я не знаю, насколько интересна аудитория. Все-таки у меня вчера Света Гуляев сделала коротенькую, маленькую презентацию. Собственно, о том, о чем Ваня с самого начала сказал. Но это в таком просто коротком, быстром, 3 минуты. Если мы можем включить, то я просто прокомментирую. Это как раз про создание контента, его дистрибуцию и так далее. Кто-нибудь скажет мне, можно или нет? Это сложно? Долго? Это сложно? Нет. Они должны были вам куда-то согнать. А, тогда все, забыли. Давайте я просто коротко скажу по теме. Мне очень хочется удовлетворить запрос об истории, которая пришла на тему дистрибуции. Валя уже начал говорить о том, что, конечно, мы там все жили. Мы тоже не телеканал Дождь, мы точно так же кроссплатформенный медиабренд. Не знаю, мы тоже не знаем, как себя назвать. Я говорю, Дождь это телеканал Дождь. А дальше у него есть разные каналы, дистрибуции и так далее. Проблема, в отличие от моих коллег, в дождя в том, что мы были оффлайновые классические СМИ и до сих пор мы остаемся, к сожалению, на 30% у нас есть прямое телевизионное вещание. И вот, когда ты всю работу строил на том, что у тебя есть сетка, у тебя есть программирование, у тебя есть как бы дистрибуция через спутник, кабель и так далее, то и это определенное построение процесса технологического, да, ты думаешь под эфир, ты думаешь под прямой эфир, ты думаешь под телевизионный, такой классический формат, и потом вот вдруг приходит новая реальность в лице не только интернета, не только сайта, и так далее, а еще дистрибуция вот этого твоего как бы отдельно взятого контента, а не 24 часов живого вещания. И это невероятный вызов, то есть каждый день, который мы там на него отвечаем. И опять же, это не типичная, вернее, это не то, что у дождя такая проблема, это вообще проблема у всех фактически оффлайн, ну, такие классические телеканалы. Ко мне недавно приезжала вице-президент СНН, мы там с ней долго говорили, и я, значит, говорю, понимаете, мы каждый день думаем, как вот из этого контента слепить, и как его порезать, как его разместить, как его переформатировать под язык, не знаю, ВКонтакте, под Фейсбука. Понимаете, ты не можешь произвести как бы четыре проекта, ну, то есть, ты делаешь большую программу, да, телевизионную, ты можешь от этого отказаться, и тебе надо придумать, как его так переупаковать, переделать с тем, чтобы разместить это на других платформах. Она говорит, ну, знаете, у нас такая же проблема, мы уже год тут собираемся на постоянные какие-то стратсессии, мы устраиваем постоянные питчинги по поводу того, как это сделать. Это реально большая проблема, потому что ты не можешь резко поменять производство, и одно дело, когда ты изначально строил меди под интернет, соцсети, ну, вообще, как бы сюда, то у тебя мозг совершенно по-другому работает, а тут ты, значит, пытаешься раздвоить. Так вот, что мы как бы поняли, вот тоже какая-то удивительная такая история. Вот помните, такой был нив, что интернет, надо обязательно делать короткие штучки, вот обязательно надо, чем короче, тем лучше, тем лучше смотрят. Вот мы тоже в какой-то момент начали делать эти вырезки, монтировать специальные ролики, которые были бы выраженкой и так далее. У нас же есть формат «Крюч». Есть, ты понимаешь, но нифига это не работает, мы кормим опять соцсети, мы кормим Фейсбук этим форматом, мы кормим ВКонтакте этим форматом, понимаешь, Ютуб и так далее. Дождет это, вот мы даже сам-то попробовали, побежали, мы начали делать, вложили вот какие-то ресурсы, ерунда, не нужно, ну, то есть, никак, нужно с точки зрения там, ну, охвата в этих соцсетях, с точки зрения контента, монетизации и так далее, нет. Поэтому, фактически, стало понятно, что если контент интересный востребован, то он может быть в любую фернометражу, и это будут смотреть. Другое дело, что на рост накладывается еще очень важный момент, которого вот у ребят нет, это подписная модель. То есть, ты не можешь выложить весь твой контент в открытый доступ на всех этих платформах, потому что это главный источник монетизации, поэтому ты должен сделать так, чтобы как-то извернуться, чтобы показать кусочек, заинтересовать и уже перевести на полную версию, там, где это будет монетизироваться. И это еще один вызов. Ну, собственно, презентации нет, так что ладно, давай. Давай. Так, не, вот просто бальзамную душу. На самом деле, это абсолютная правда, да. Как бы всем кажется, что там, да, многим читателям «Медузы», там, ненавистникам и поклонникам кажется, что там, мы на шепито в играх и коротких форматах делаем основной трафик. На самом деле, всегда лидеры, лидеры по там, просмотру, это длинные материалы, качественная журналистика по-прежнему. Это очень классно. Единственное, что я хочу, как бы вот… На самом деле, мне кажется, картинка чуть сложнее. Вот мы некоторое время назад, все знают, наверное, такой формат «Медузы» в одной картинке, очень популярный. Мы его придумали в тот момент, когда мы размышляли над тем, как должен выглядеть сниппет в соцсетях. Понимаете, что такое сниппет? Естественно, сниппет – это такая маленькая картинка, которая подсасывает… Ты ссылку ставишь в Facebook? И там подсасывается картиночка, на которой написан заголовок. Это кастомизируемая штука. Она может по-разному складываться, у разных изданий это по-разному устроено. У нас это абсолютно кастомизированная фигура. Много разных вариантов есть и так далее, и так далее. В общем, мы размышляли над этим сниппетом и поняли, что вот это такая визитка, которая появляется в ленте Facebook или в ленте ВКонтакте. Это, на самом деле, некое пространство, на котором можно разместить сообщения. С одной стороны, у тебя есть возможность на маленьком кусочке плачке экрана на некотором количестве пикселей рассказать историю. Это с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть новости, которые не нуждаются в том, чтобы писать про них пять абзацев. Ну, условно говоря, там, не знаю. Новость про то, что в московском метро открылся туалет. Первый. Да? Как бы, что там рассказывают? Новость в этом состоит. Или есть, а потом появляется новость про то, что первый туалет в метро закрылся. Он же первый, оказался же последним. Можно, как бы, действовать на классическое медиа. Написать вторую новость, там, что закрылся второй туалет. О планах открыть первое объявили тогда-то. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Митрополитен сказал то, Мэрия сказала все. Кому это интересно? Как бы, вся история в том, что туалет открыли, туалет закрыли. Все. Кто побывал в этом туалете, тот видел достопримечательность. Да? Интересно, кстати, кто не побывал в этом туалете. Вот. И в одной картинке можно рассказать историю. Там, не знаю, август 15-го года открылся туалет, сентябрь 15-16-го года закрылся туалет. И мы придумали этот формат специально для того, чтобы люди... Это, как бы, наш такой, как бы, уважительный жест по отношению к читателям. Ребята, это правда короткая история. Ради нее, правда, не нужно переходить на наш сайт. Ради нее, правда, не нужно открывать приложение. Вот. Все в одной картинке. Кто-то ее расшарил. Она висит в Фейсбуке. И вы ее можете прочитать в Фейсбуке. Вам не нужно на нее кликать. Совершенно точно. Ну, как? А что вы думаете? Естественно, это довольно хорошее, в смысле посещаемости, в смысле, формат, в смысле просмотров. Это очень популярная штука. Люди видят, что ты к ним относишься уважительно. С одной стороны, да? Они, как бы, ценят, что ты, что ты, вообще-то, ценишь их время. Ну, и им хочется поделиться этой этой историей с другими, чтобы другие так же ее в Фейсбуке увидели. Ну, то есть, как бы, тут такая штука. Это понятно, что война, но в то же самое, ну, в смысле, это, скорее, единственная борьба противоположностей. Я все-таки пытаюсь все время для того, чтобы совсем, как бы, не начать помирать с тоски, как бы, стараюсь все время думать о том, что платформы могут приносить какую-то пользу нам. В том числе, они могут быть, подсказывать нам способ, как бы, придумывать какие-то новые форматы, искать новые языки. Нужная ремарку, короткую, еще ставим насчет. Вот мы когда-то, чуть до такого расцвета платформ, в которой они находятся сейчас, думали про то, чтобы работать только в России, и это был очень трудоемкий процесс. Открыть офис, не знаю, в Берлине, там, нанять много немецкоязычных сотрудников. Ну, сотрудники немецкоязычные все равно нужны, чтобы работать на германские рынки, потому что мы запустили 7 языков за последний год, никаких офисов нигде не открывали. И это происходит более-менее вот так теперь. Выход на новые рынки, и теперь, не знаю, в арабском мире у нас дикий рост, в франкоязычном мире, как во Франции, так и в франкоязычной Африке дикий рост. И это происходит, ну, как бы, главным образом, посредством платформы. Это вообще хороший транспорт. И, особенно, есть платформы виральные, как в Facebook, вот в ВКонтакте, чего не хватает, это виральность теперь, мне кажется, немножко. У нас теперь есть две ленты, рунная и рекомендации, поэтому там все... Я думаю, что это такой трейд-офф, безусловно, стало сложнее зарабатывать, сложнее работать, и можно долго жаловаться. У меня тоже есть презентация, кстати, где я даже не шел лицать, где можно жаловаться вообще. Что мы думаем, да, когда выходит как новая платформа. С другой стороны, облегчается, делается гораздо более простым, выход на новую аудиторию. Ну, собственно, сундируя, потому что время наше уже закончилось. Слушай, а можно я еще, я просто очень, я прямо держал этот микрофон на грилу для Дима. Смотрите, на самом деле, я, может, сейчас буду капитаном очевидности, но мне почему-то очень хочется это сказать. Я просто пытаюсь переложить эту мысль, что нету, ну, опять же, суперочередная мысль, что вроде как дороги назад нету. Вопрос, каким будет будущее и какое в нем место займут большие медиа, а не вот маленькие индивидуальные авторы. И мне кажется, есть такой термин про мобилизацию всего на свете, но на самом деле здесь он офигительно подходит. Вот представьте себе, мы живем в Москве, ну, большинство во всех случаях, и более-менее большинство, наверное, помнит, как выглядел рынок такси 5, 10, 7 лет назад. Были большие таксопарки, и они как бы были единственными вообще лучами света в этом темном царстве, напомнены маленькими индивидуальными таксистами. Вот, а сегодня появились, там, сегодня благодаря большим агрегаторам, очень похожим на некоторые другие большие агрегаторы уже в медиа, реально получилось так, что эти все маленькие индивидуальные предприниматели, они начали играть по каким-то правилам. Кто-то лучше, кто-то хуже, и да, средний, может быть, уровень качества все равно ниже, чем у этих больших классных таксопарков, но в целом довольно приемлемый для супермассового сегмента. Большим таксопаркам офигительно сложно сейчас, то есть многие банкротятся, кто-то, ну, то есть прямо у них тяжело сейчас. И вопрос, что будет с рынком медиа, мне кажется, супер похоже на то же, что будет с рынком такси. Почему? Ну, то есть, при этом я абсолютно не уверен, что пропадут таксопарки, нет. Но они немножко будут, во-первых, часть, да, безусловно, поляны сильно расчистятся, потому что они не нужны большинстве своему. Но останутся какие-то, например, какие-то суперэлитные классы, потому что все равно, вот я не знаю, когда ты вызываешь, блин, не знаю, даже очень дорогой автомобиль через какой-нибудь Яндекс Гет или Упер, ты все равно столкнешься с какой-нибудь ерундой, типа, ну, короче, не важно. Там всегда есть проблемы, и эта проблема сложная. Да, тебе потом напишут, и мы отправили Алексею на переподготовку, и ты знаешь, что нихрена, мы его никуда не отправили. Вы просто дали мне 300 рублей, чтобы я заткнулся. Ну, вот смысл такой, что останутся таксопарки, или появятся, не знаю, там службы реально индивидуальных водителей, консервы, что-то. То есть, они просто не станут меньше, им нужно будет найти какую-то свою фишку, и они будут, но 80-90% рынка будет контролироваться несколькими агрегаторами и очень большим количеством индивидуальных, маленьких мейкеров. Ты сделала, конечно, чтобы я закончил. Сейчас хочется объявить что-либо. Мы не контролируем эту площадь, эту историю. Мы платформа. Наша задача – это улучшать связанность мира, где мы справляемся точно с моим тимом. То есть, мы даем возможность выйти за пределы локальности, стать глобальными, не открывая нигде офисов, и действительно связываем мир. Другая проблема, что да, новая связанность мира и выход за пределы локальности разрушил монополи медиа на вещание и на создание карт-канал. Медиа придется с этой историей как-то жить и как-то справляться. И выход, и безглобов, и так же. Когда я отметил раньше, здесь сидят ребята-представители, ну да, супер-специфических, супер-интересных меди. Их просто не с какой-то момент не станет. Что касается дистрибуции, то лично, как я это вижу, дистрибуции возьми на себя платформу. Мы сейчас уже очень внимательно смотрим, где находится пользователь, какой у него интернет, какая у него платформа. Можно ли ему сейчас показывать видео на полтора часа? Нет. Если у него ходит интернет на телефон, мы его не покажем. Мы подождем до вечера, когда он окажется на дискторке или тоже на нормальном быстром интернете. И тогда в ленту мы допишаем ваше полчасовое видео. В умных лентах, построенных на алгоритме машинное отключение, в машинное отключение этот контент живет 72 часа после того. И грубо говоря, если маним постит пост какой-то там с видео или все с чем-то, то мы 72 часа с этим постом будем бегать за всей аудиторией для того, чтобы его показать. То есть оценивать при этом совершенно разные моменты. Начиная с медиа тематики контента. То есть мы пытаемся спать твой текст, понять, о чем ты сказал. Для того, чтобы совместить это с матрицей интересов пользователей. Если у тебя текст, например, по футболу, по пользователю матрицы, если в спорт, там, в стону в футболе, то мы будем показывать этот контент. Мы будем бегать и смотреть компьютерным зрением на видео Арсения и понять, опять же, про что он там рассказывает. И опять же, находить в матрице интересов пользователей кулинарии и борщи, грубо говоря, для того, чтобы показать ему этот контент. И ситуация с историей в социальных сетях, как касается всех контактов, фейсов и чего угодно, она в том, чтобы вы нам помогли понять, о чем вы рассказываете. И это значит лейтинг контент нативный. Это главная история, которая вам поможет с охватами. Если вы грузите ролик в YouTube, грузите его в Facebook, грузите его в WK, прям три раза грузите этот несчастный ролик в каждую платформу. Потому что компьютерное зрение смотрит только внутри каждой платформы. Дальше мы поймем, о чем вы рассказали. Найдем аудиторию, которая готова потребовать этот контент. И предложим его ей в тот момент, когда человек будет готов потребить. Так работают социальные сети. Но платформа, мы не хотим никого убить. Мы хотим просто, чтобы наша аудитория была интересна, чтобы вам было интересна, чтобы мне было интересно. В принципе, автор равно читатель, читатель равно автор. Окей, друзья, мы закончили. Я предлагаю, что всех можно будет поймать в увагах и так далее. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова